Сейчас нахожусь в зале суда. Решение по второму делу ему еще не вынесено. Оно просто разваливается на глазах. Они допустили огромное количество процессуальных каких-то ошибок. То есть люди, которые писали объяснение, они не указаны в рапорте. В рапорте указаны люди, которые не писали объяснение. Даты не совпадают. То есть дата видео, которое мне вменяется, где я якобы к чему-то призываю, это дата, которая уже вышла. То есть срок давности этого административного дела, возбуждение его уже вышел. Ну то есть вообще я никогда не видел даже в своей практике, у меня такая достаточно уже богатая практика, я никогда настолько нелепо сшитого дела не попадалась мне. И вот сейчас уже час ждем, когда будет вынесено решение. По логике, разумеется, просто нужно его отменять. Но по всей мести судья этого сделать не может, потому что ждет звонка. Я не знаю, что можно час решать при таких очевидных обстоятельствах. Мне не ясно. Обвинение, естественно, дутое и выдуманное, но главный удар был нанесен обыском. То есть мне обнесли студию СВТВ, где находилось мое оборудование, которое мне требуется для вещания. Вынесли компьютер, с которого это вещание обеспечивалось. Сыпались угрозы, чтобы я прекращал делать то, чем я занимаюсь. Дело политическое. И вот эта вот сковка открытой уголовки, которая на меня существовала последние два года, вот с уголовкой пришли на обыск и прямо с этого обыска закрыли на два дня. Ну вот отправили в ВВС по уже административному аресту. А вообще подробности, за что я, собственно, был арестован, я получил вот только сегодня, за несколько часов перед судом. До этого у меня на руках даже протокола задержания не было. Это акция устрашения, то есть попытка любыми силами убедить людей ни в коем случае не участвовать в жизни, политической жизни своей страны, ни в коем случае не поддерживать гражданские силы, ни в коем случае не выказывать свое удовольствие выбранной политикой партии власти. Показать, что все досягаемые, даже медийные люди, я относительно медиин, если там Светова можно посадить, а Светова можно обнести квартиру, представьте, что можно сделать с вами. Но ни в коем случае не ведитесь, да, потому что у страха глаза велики. Ну а по второму эпизоду о призывах к митингам 21 апреля Светов получил 9 суток ареста и в ближайшее время он будет находиться в спецприемнике. А вот как он комментирует вручение повестки председателю либертарианской партии Ярославу Конвею, которого таким образом, по-моему, теперь пытаются отправить в армию за, по всей видимости, его оппозиционную деятельность. Ему вручили повестку через три дня явиться в военкомат. Я всех подробностей еще не знаю, он сейчас находится с юристом. У нас кошмарят нескольких активистов. Да, Ярослав Конвей, это председатель либертарианской партии России, мой близкий соратник Елизавета Велик сейчас находится тоже в полицейском участке по акции, которая проходила в мою поддержку. Против нескольких членов гражданского общества заведены административные дела, огромные штрафы выписываются. Вот все, что происходит прямо сейчас, основа попытки уничтожить любые горизонтальные структуры в России, уничтожили ФБК, уничтожают открытку, уничтожают нас. Это, в общем, все более-менее организованные силы, которые существовали в России. Это было откатано еще на Руслане Шевединове, и как бы вот теперь любой человек, который высовывается, смеет занимать гражданскую позицию, за ним приходят, угрожают тюрьмой. То есть тут характерно отношение самого государства к тюрьме, что когда-то это было вообще гордостью и честью служить отчизне, теперь сама уже отчизна понимает, что нет для человека ничего страшнее, чем отправить его в армию, потому что это не просто какая-то занятость, вызывающая уважение, это именно наказание, и сама власть к этому так относится. Ну и председатель Либертарианской партии России, незарегистрированной партии, Ярослав Конвей, которому, возможно, в скором времени придется послужить Родине, выходит с нами на связь. Ярослав, здравствуйте. Добрый вечер, Владимир. Вчера с вами беседовали, и вот сегодня вновь говорим, но с того времени многое произошло. Расскажите, как произошло ваше задержание? Да, я утром ехал на работу, на подходе к офису меня остановил участковый, сказал, что якобы у них проходят антитеррористические мероприятия, связанные с подготовкой к 9 мая, и попросил меня настойчиво пройти в ОВД. Там я просидел около полутора часов, мне спрашивали довольно забавные вопросы, как я отношусь к экстремизму и терроризму, кем я работаю, значит, где учусь и так далее. И после составления объяснительной, спустя 20 минут, пришел военный комиссар какого-то там Останкинского округа, и на меня уже начали составлять административный протокол по, значит, неуведомлению о смене места жительства в военкомат. И, соответственно, вместе с этим вручили повестку для уточнения каких-то там данных, которые я должен посетить 29-го числа. Ну, очевидно, что меня караулили, за мной уже несколько дней идет наружка. Это видно было, когда я подходил к дому, когда я подходил к клубу, где я работаю. Вот, поэтому я бы не связывал это с чем-то случайным. Это, скорее всего, было целенаправленное преследование. Что будете делать дальше, какие ваши намерения? Ну, сейчас я общаюсь с юристами по поводу обжалования всего этого. Плюс сейчас мы, ну, сейчас начались довольно массивные репрессии против всех либертарианцев в рамках общей такой парадигмы по устрашению оппозиции. То есть после разгрома ЭПК вот сейчас сел Михаил Светов на 9 суток, приходили к либертарианцам, к Бойко, к Борису Федюкину в Самаре. Несколько наших активистов задержали с баннером. Журналистку Елизавету Лошак сейчас могут посадить вообще на 30 суток или дать 300 тысяч штрафа. При том, что полиции были показаны видео, как то, что она не участвует в акции и просто снимает ее, их это не убедило. А в частном разговоре они сказали, что пресс-карты и редзадания сейчас есть, цитирую, у каждой собаки. Соответственно, мы будем сейчас с юристами работать, помогать задержанным. Ну и пытаться как-то перегруппироваться. Расскажите, о каком числе ваших соратников, задержанных, идет речь? Насколько велика эта чистка? Ну, сейчас речь об около 10 людях. Но так или иначе, приходят каждый день кому-то, просто кому-то вручают административные протоколы за участие в акции 21-го. Кого-то берут по акции в январе. Вот плюс сегодня задержали, получается, пятерых человек, включая меня. Поэтому речь пока о более чем десятке человек. Но я боюсь, что это число может расти. Это мы говорим только про либертарианскую партию. Благодарю. Это был Ярослав Конвей, председатель либертарианской партии России. Продолжение следует...